И начнем выпуск вот с этого засыпанного снегом свайного поля, где уже давно должно было появиться здание изолятора временного содержания. И благодаря именно этому изолятору, которого нет, наш город прославился на всю страну. В среду в главном краевом управлении внутренних дел прошли обыски в кабинете замначальника управления Александра Кузнецова. Его подозревают в том, что он и бывший замначальника тыла главного управления Андрей Петрученя подписали акт приемки выполненных работ по строительству изолятора. Но подрядчик выполнил работы лишь на 10 из 200 миллионов рублей. Эта стройка стала скандальной с самого ее начала. То подрядчик нерегулярно работал, то жители окрестных домов протестовали против строительства, по их словам, тюрьмы по соседству. Мы вспомнили историю этого объекта. Все началось в 2012 году. На этом пустыре между улицей Лауреатов и проездом Михаличенко за три года должны были построить новое здание полиции с изолятором временного содержания. На это даже выделили 450 миллионов рублей из федерального бюджета. Данный земельный участок выбран не случайно. Из всех предложенных по городу, из четырех земельных участков, именно этот по всем результатам проектно-изыскательных работ подошел под строительство объекта капитального строительства. Это трехэтажное здание. Еще 8 миллионов хотели выделить городские власти на обустройство вокруг нового здания полиции, небольшого сквера или мини-парка. Однако эти градостроительные планы не вызвали радости у жителей окрестных домов. Уже летом следующего года у ближайшей к стройке девятиэтажки собрались пожарные, полиция и спасатели. Причину было видно издалека. Но это же неправильно, неправильно, чтобы под окнами был изолятор. Я не хочу, чтобы мои внуки росли под забором изолятора, чтобы с самого детства они видели колючую проволоку, чтобы они видели гадости, которые показывают заключенные. В полиции тогда успокоили. Никакой колючей проволоки не будет. И предупредили. Еще за один протест жильцов оштрафуют. А потом развели руками. Строительство нового здания им не остановить. Объект федеральный. Но тишина на площадке наступила по другой причине. За пять лет здесь мало что изменилось. Все тот же невысокий лес, свай и техника, брошенная за оградой. Все засыпано снегом. А ведь по бумагам здание полиции должно уже стоять. ГУМ ВД России по Красноярскому краю заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ на возведение изолятора временного содержания в городе Норильске. В период с 2012 года по настоящее время работы по контракту в полном объеме выполнены не были. Сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД России и УРЧСБ ГУМ ВД России по Красноярскому краю было установлено, что оплата по контракту была произведена за фактически невыполненные работы. Позднее в отношении руководителя строительной фирмы было возбуждено уголовное дело. И он был осужден полутора годам лишения свободы. За стройку подрядчик получил 200 миллионов рублей, а отработал всего на 10. И теперь за подписанный акт о приемке полностью готового объекта ответят крупные полицейские начальники из Красноярска. В настоящее время следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ по отношению заместителя начальника Главного управления МВД России по Красноярскому краю и бывшего заместителя начальника тыла, ныне находящегося на пенсии, осуществлявших контроль за данным направлением деятельности в тот период. По мнению следователей, Александр Кузнецов и Андрей Петручени превысили свои должностные полномочия. Сколько времени займет полицейская проверка, неизвестно. Но что этот пейзаж в Норильске изменится не скоро, очевидно всему городу. Ален Бурнашев, Геннадий Зверев, новости северного города. К счастью, Норильск упоминается в федеральной сводке новостей и по позитивным поводам. Так наш город может стать площадкой международного проекта «Учитель для России». Программа уже действует в школах Калужской, Тамбовской и Воронежской областей. Цель проекта привлечь выпускников вузов на работу в школы. Об этой возможности при поддержке Нурникеля говорили в Норильске на стратегической сессии «Учитель нового поколения». Библиотека как источник знаний. В этот раз здесь учатся новому учителя. 33 норильских педагога, директор Снежногорской школы и даже гости из Мурманской области. Под руководством лучших российских экспертов они делятся опытом, изучают новые методики в школьном образовании. Ничего надо, чтобы в жизни преуспеть. Вер в себя они называют, упорство, в английском это слово называется, резилинс. И вот то, что тоже сейчас там входит в моду, gross mindset, про то, что я верил сам, что то, что я учусь, мне в жизни пригодится. Рассказывает о мировых тенденциях в образовании эксперт программы «Учитель для России» Фёдор Шеберстов. Этот проект международный и проходит уже в более 40 странах. В России с 2015 года. Благодаря проекту, выпускники любых университетов и специальностей могут за два года стать учителями нового поколения. Отбор в проект проходит в четыре этапа, на которых отсеивается больше половины участников. Всё время обучения будущие учителя получают стипендии и проходят практику в школах Воронежской, Калужской, Тамбовской и Московской областей. Выпускниками этого года станут 150 учителей. Мы обсуждали с коллегами из Норильского Никеля о возможности выхода нашей программы в Норильск. Наши ребята, понятно, что не опытные педагоги, но это очень активные молодые люди. У нас сейчас 50 школ, многие из ребят запустили уже собственный проект, используют новые образовательные форматы. Настало время, когда можно в этот диалог, связанный с изменением и с какими-то новыми веяниями в образовании, подключить уже образовательную общественность и пообсуждать, что в образовании можно сделать новое, что можно делать по-новому и какие могут быть результаты в свете этого. Результаты от общения на сессии могут пригодиться и в Мурманской области. Там находится один из переделов Норникеля – Кольская ГМК. А ещё в одном только Печенгском районе учатся больше 4000 детей в 10 школах. В них дефицит учителей математики, русского языка и начальных классов, отмечает начальник отдела образования района. Но благодаря сессии, возможно, подход к решению вопроса получится изменить. Хотелось бы, чтобы учитель действительно в наше время, ну, наверное, не столько был загружен, чтобы он получал удовольствие от своей работы, чтобы его труд был совместим и с наукой, и с развитием детей, ну, чтобы, конечно, это было большое удовольствие и для учителя, и для ребёнка. А вот где с кадрами порядок, так это в Норильском Снежногорске. В единственной школе-посёлке на почти 200 учеников – 30 учителей. На встречу в Норильск приехал и директор. По большому счёту, наша школа существенно не отличается ни от одной школы. Норильска проходит образование так, как и во всех школах. Единственное, мы отдалённая школа территориальная. Какие-то сложности с этим есть? Сложности с этим есть, конечно, в плане навигации, доставки товаров каких-то, да, там, необходимых для проведения процесса учебного. Ну, не больше, скажем так. О необходимости сделает российское образование эффективнее, говорят не только в Норильске, но и по всей стране. Я только сейчас вернулась к большой конференции, которая называлась «Тенденция развития образования-2018». Это была международная конференция, она проходила в Москве. И мы видим, что сегодня подходы к образованию меняются. Меняется качественное образование. И нам сегодня необходимо видеть нового учителя, нового руководителя во главе школы. Вот для этого мы все собрались. Знания и методики, полученные на стратегической сессии, уже в ближайшее время начнут внедрять в норильских школах. Причём пробуждать в детях интерес к знаниям будут так, чтобы школьники начинали сомневаться в написанном в учебнике и искали факты во всех доступных источниках. Каков будет эффект, увидим уже скоро. Андрей Гришков, Геннадий Зверев. Новости северного города. Казалось бы, изменить жизнь норильчан призван и арктический закон. Но он уже многие годы находится в разработке. Ещё в декабре прошлого года сенатор Андрей Клишес заявлял, что такой закон нам не нужен. А всё от того, что в нём не прописано, какую конкретно пользу он принесёт северянам, не изменил своё мнение сенатор и до сих пор. В том виде, в котором проект арктического закона существует сейчас, он никому не нужен. Сенатор Андрей Клишес заявляет, что норильчане, как и вся страна, устали от пустых законов, за которыми не стоит никаких конкретных действий и пользы. Пока ещё абстрактный закон об арктической зоне должен сделать жизнь в Арктике комфортнее. И начинать, по мнению Клишеса, нужно с финансовых вложений в город. Хотя бы в виде льгот, а вкладывать их в строительство. Государство должно чётко совершенно понимать, что без инвестиций, да, хорошо привлекать иностранные инвестиции, но без серьёзных бюджетных инвестиций, будь то федеральный или краевой бюджет, начать этот процесс невозможно. Необходимо заниматься инфраструктурой. Инфраструктура – это очень дорогая история в любой стране. И тем более в Арктике. Дорогая и в любом другом регионе, но в Арктике дорогая вдвойне. Поэтому, если мы хотим, чтобы это действительно стактануло, то, скорее всего, нужны будут серьёзные инвестиции бюджетные. Пусть даже в виде льгот налоговых, но они будут необходимы. Долгожданный арктический закон всё ещё в стадии разработки. Причём переживает документ уже третью редакцию. Зато прогресс есть в другом. Принята новая редакция программы социально-экономического развития Арктики до 2025 года с общим объёмом финансирования более 240 миллиардов рублей. На календаре – День полярного медведя. Для нас белый мишка – особый зверь. Он символ Норильска. Знаменитая медведица Айка жила и гуляла по нашему городу. Северогородцам, Егору Тулновскому, Максиму Трофимову и Александру Вуори в своих экспедициях лично доводилось встречаться с хозяином Арктики и снимать его для своих репортажей. Но сегодня именно этот краснокнижный гигант нуждается в защите. Его популяция с каждым годом сокращается. Почему, расскажет Людмила Кожевникова. Это крупнейший сухопутный хищник на планете. Из морских мертвокопитающих никто так не приспособлен к экстремальным условиям Арктики, как он. Большую часть жизни он проводит на дрейфующих льдах. Проплыть может больше 100 километров без остановки. Есть даже вынужденный рекорд – 687 километров без отдыха. Под водой может не дышать больше двух минут, при этом открыв глаза и закрыв нос. А еще это символ Норильска. Но сегодня, в 21 веке, все эти уникальные характеристики, к сожалению, играют против белого медведя. Сегодня существует три основных угрозы для этого великана. Антропогенная, то есть загрязнение окружающей среды, из-за чего через воду и пищу вредные вещества попадают в организм белого мишки. Второе – взаимодействие человека и зверя. Но самое страшное – это пресловутое глобальное потепление. Это всем известно. Это с чем связано? Это уменьшение ледового поля. Благодаря этим дрейфующим льдам, площадь которых уменьшается с каждым годом, животные охотятся на нерву. Они могут только на льду охотиться. И потому что водяное поле увеличится, животные вынуждены осваивать сушу. Это видео сотрудники нашего заповедника сняли два года назад. До этого немыслимая картина. Хозяин Арктики бежит по тундре в глубине материка. Тогда же ученые стали замечать – на суше белый медведь становится ленивым и неповоротливым. Иногда даже на приближение человека не реагирует. Жарко, мишки. Но самое страшное – специалисты заповедников Таймыра находили и мертвого молодого самца. Причина гибели – голод. Он не смог накопить положенного жира. А за раз, отметим, белый медведь съедает от 50 до 70 килограмм. Поэтому все чаще в интернете можно найти вот такое видео. Песцы разбежались, но чисто банда такая идет. Ой, и унюхи, и унюхи. Пусть так пахнет. А по ветру носы идут такие. Из-за уходящего из-под лап льда, а как следствие невозможности прокормиться, белый медведь вышел в поселки на метеостанции и геологические базы. Его объединен стол, теперь помойка. Ну, или печенье из рук человека. Но этого категорически нельзя делать, продолжает ученый. Да, одна из главных черт белого медведя – беспечное любопытство. Но не забывайте, он в первую очередь хищник. Отец, не занимайся. Прыгнет на тебя, что делать будешь? Он быстро бегает. Конечно, блин. Смотри, говорит, принюхывается уже. Иди! Иди! Ты что, отец? Были случаи, когда съедал человека. И были, были, есть такие случаи описаны. Это может быть дилетантская точка зрения. Если медведь попробовал кровь человека, он будет постоянно на него? Ну, в общем-то, знаете, у него избирательницы корма нет. Он, конечно, мясо больше ест. Но при всей его угрозности, именно он нуждается в защите. Сегодня российская популяция белого медведя насчитывает 5-7 тысяч особей. Мировая – от 20 до 25 тысяч. А согласно прогнозам геологической службы США, две трети мировой популяции белых медведей исчезнет к 2050 году. Ученые настаивают, до точки невозврата осталось совсем немного времени. Полярного медведя, как и всю Арктику, спасать надо уже сейчас. И от глобального потепления, и от присутствия человека, то есть добывающей компании. Иначе сохранить нашего мишку нам удастся только на сувенирной продукции. Людмила Кожевникова, Владислав Моисеев. Новости северного города. Но не только северным мишкам помогать выживать нужно, но и исчезающим северным промыслам. Один из таких способов придумали – проводить в стране региональные чемпионаты молодых профессионалов, для того, чтобы росла популярность дела. Такой профконкурс среди оленеводов Таймыра, Якутии и Эвенкии прошел в Дудинке. Кто же на севере лучший во всех видах традиционных промыслов, узнаем прямо сейчас. Дудинка принимает уже пятый чемпионат WorldSkillsRussia. Его участники – это студенты Таймырского колледжа и даже гости из Эвенкии и Якутии. За три соревновательных дня молодые профессионалы покажут себя в починке генераторов, в вождении снегохода и запрягании оленей. Ну что, Бельченко, кричи! Заорканить, привязать и запрячь северных животных первыми пробуют таймырские оленеводы. К убегающим животным участники чемпионата давно привыкли в тундре. И хоть сейчас они – студенты Таймырского колледжа, навыки никуда не делись. И вот Венга Хольма ловко запрыгивает на нарты и проезжает несколько кругов вокруг жюри. Как же ему удается управлять животными? Секрет оказывается прост. Те, кто в этих русских одеждах, они их боятся. Нас они боятся в этом одежде, в национальном одежде. Теперь очередь и венкийских промысловиков. Они сразу замечают немало отличий. И олени не такие, как дома, и упряжь не та. Ладно, хоть снег вертикально падает. Да, здесь все по-другому, все по-разному. У нас там другое. Ну у нас вот, я смотрю на оленей, олени маленькие. И лямки у них другие. У нас, ну как сказать, у них свое, у нас свое. Но мы будем делать сейчас все по-своему, как у нас. Попробуем так. Главный смысл пятого регионального чемпионата. Молодые профессионалы не только состязания лучших, но и обмен опытом. Исправление возможных ошибок, сравнение в технике. В каждом регионе свое финансирование, свои технические возможности. И глядя на другой регион, мы понимаем, куда нам развиваться дальше. Куда стремиться, что изменить. К лучшему, и чтобы, допустим, как сегодня профессия оленевод стала востребованной. Оленевод в тундре должен уметь все. Исправить сломавшийся генератор или снегоход, или сплести маут, которым заарканивают оленей. Здесь конкурсанты должны изготовить мини-версию одного из главных оленеводческих инструментов. Вместо 30 метров конкурсный вариант выйдет длиной всего 8. Да и плести приходится не из кожи, а из капрона. Победит здесь тот, чей маут будет гладким и плотно сплетенным. От этого и атмосфера такая напряженная. А здесь стараются косторезы. Сначала они делают эскизы на бумаге, а уже по ним лепят фигуры мамонтов из пластилина. Это своего рода пробник, тренировка перед вырезанием из оленевого рога. Кость она не прощает. Она не прощает все-таки, чтобы не сделать лишних ошибок в дальнейшем. Так как материал тоже недешевый. А вот материал подешевле участникам выдали на конкурсе по нарезанию строганины. В руках оленеводов рыба должна превратиться в целый пакет северного деликатеса. Готовясь строганины, участники чемпионата должны с соблюдением всех санитарных норм в таких вот перчатках. Ну а главный критерий – это толщина. Кусочки должны быть тоненькие и вот такие вот закрученные. Ну и, конечно, вкус. Всего в рамках чемпионата его участники состязались в 10 дисциплинах. Ну а победителями стали студенты Таймырского колледжа. Приз за третье место отправился в Ивенкию. Андрей Гришков, Владислав Моисеев. Новости северного города. Днем в городе облачно, временами снег, сильная метель, ветер южный 13-18 метров в секунду, порывы до 20-25 метров в секунду и температура в городе минус 23-26, дудинки минус 22-25 градусов.